Добрый день, друзья! Сегодня я готовлю очень вкусное абрикосовое варенье с добавлением яблок в восточном стиле. Необычайный вкусовой оттенок имеет это варенье. Нам нужны очень спелые абрикосы, у меня они крупные, и также яблоки. Две части абрикос, одна часть яблок. Сейчас нужно очистить яблоки и порезать их произвольно более мелкими кусочками и также очистить абрикосы от косточек и засыпаем все сахаром. Сахара добавляем 60% от веса фруктов. Лимонный сок, половина небольшого лимона, 1 столовая ложка или чуть больше. Слегка перемешиваю. У меня яблоко твердого сорта. И лучше, конечно, в это варенье сейчас июль месяц использовать яблоки, которые мягкие, которые хорошо развариваются. И оставляю на несколько часов, пока фрукты пустят сок. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Добавляю две палочки корицы. Именно запах корицы в сочетании с запахом абрикос и яблок дает очень необычный вкус. Так как абрикосы очень сильно пенятся, я добавляю небольшой кусочек сливочного масла. Может быть, 1-2 грамма. И пена сейчас сразу же, минуты через 2-3, пена у нас сразу же погасится. Вот так выглядит варенье у нас через 2-3 минуты. Пены практически нет. И варим его 20 минут на среднем огне. Через 20 минут, если у вас яблоки мягкие, они у вас разварятся. У меня яблоки стали мягкими, но они держат форму. Удаляю корицу. Я использую блендер. И блендером я сейчас прям в кастрюле пробью немного абрикосовое варенье с яблоками. Измельчу яблоки. Если у вас яблоки разварились достаточно, то блендер абсолютно не нужен. Но оставляю небольшие кусочки. Мне очень нравится, когда в этом варенье небольшие кусочки яблок. И варим еще 5 минут. Также на среднем огне при среднем кипении. Варенье готово. Сироп у нас густой. Когда варенье застынет, оно станет еще немного гуще. Разливаю я в чистые банки. Так как у меня сахара 60%, я стерилизую и крышки, и банки. Простерилизуйте так, как вы привыкли делать. Или я оставлю ссылку. 8 удобных способов стерилизовать банки. Разливаем все варенье в банки. И плотно закрываем крышками. У меня получилось 4 банки по 450 миллилитров. Оставляю их до полного охлаждения. Затем они могут храниться даже при комнатной температуре. Варенье остыло. Оно, в принципе, посмотрите, имеет вот такую очень приятную густую консистенцию. Можно также намазывать на булочку. Идеально это варенье к завтраку с блинчиками, саладьями. Также для прослойки тортов. Невероятный запах. Просто умропомрачительный. Готовьте с удовольствием. И делитесь с друзьями этим замечательным рецептом вкусного варенья. И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok